с вами мы продолжаем с вами изучение арабского языка не забывайте подписываться делиться с вашими родными и близкими благими знаниями у нас следующий урок то есть 13 13 тема аль-калимет ул джадид аль ислам понятно это и сам тема урока и буквы вернее слова которые здесь будут встречаться будут иметь эту букву в своем большинстве итак первое слово цемения цемения это восемь камень я 8 начинается на букву там начали и предложение ма и камень я турия лати ма и камень я турия лати слово ма означает вместе или с на то есть со мной как бы или в этой вместе со мной сейчас можно сказать да со мной до меня нету это восемь реалятин реалов множественное число от слова реал то есть вместе со мной сейчас восемь реалов да у меня восемь реалов следующее слово это ясриб ясриб это название города именно сейчас какого мы узнаем из предложения ясриб 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 это имя это имя это имя Аль-Мединати, то есть города, Аль-Мунауэроти, лучезарного, а по сути лучезарно-Медина, как мы знаем. То есть Ясриб — это имя или название, можем сказать, лучезарной Медины до ислама, то есть до ислама Медину называли Ясриб. И мы видим здесь буква Т в середине этого слова. Следующее. Вернее, извиняюсь, Асэлесу. Асэлесу — это третий. Здесь уже идет порядковая числительность. Асэлесу, то есть третий по порядку. Мы видим Т в окончании, и это относится к мужскому роду. Асэлесу — это третий урок. Между ними мы видим здесь местоимение ГУА, так как указатель местоимения АСэлесу — это. И если после него идет слитное с артиклем слово, то есть с артиклем вместе, то в этом случае мы переводим вот это указательное местоимение как ЭТОТ или ЭТА. И чтобы вот этого недоразумения не было, ставится местоимение в данном случае, как говорим мы про единственное число. значит ГУА. ГУА ДАВСУ СЕРМС. То есть вот третий урок. Или ЭТА. Третий урок. Потому что если мы заберем ГУА, то это можно перевести как ЭТОТ третий урок. И это уже получится не предложение, а как бы фраза, которая требует продолжения. А в этой форме, когда МУПТА, то есть вот это подлежащее в именном предложении, и ХАБАР разделены, то есть мы их как бы уже отдельно рассматриваем, а не как одна фраза. Уже как предложение здесь получилось. Следующее. САЛЯ СЭТУ. САЛЯ СЭТУ — это уже три. Просто три, да. ФИТДУРДЖИ САЛЯ СЭТУ САЛЯ СЭТУ АКУЛЯМ В тумбочке, да, САЛЯ СЭТУ — три ручки. Три ручки. ФИТДУРДЖИ САЛЯ СЭТУ АКУЛЯМ Значит, здесь мы видим тоже две даже буквы СА. И в начале, и в середине. Далее у вас идут предложения, вернее упражнения, в котором, вот, в одном из них вам нужно будет прочитать эту суру. Эта сура в ней будут встречаться слова с буквой СЭ. Ну, просто читайте и разбирайте, ищите эту букву, да, как она пишется. Смотрите отдельно букву СЭ, также читайте и прописывайте слова, которые вам даются дальше. СЭЛЬДЖИ, СЭЛЬДЖИ — это как снег, СЭМАР, СИМАР, СЭЛАЦУН, СЭЛАЦИН, ну, эти слова вы будете еще знать, но пока я вам не говорю, просто прочитайте. просто прочитайте и прописывайте. В принципе, это все в этом уроке, и на этом мы пока не остановимся. Баракаллаху фикунна, иллею фикум. Не забывайте делиться благими знаниями, подписываться, ставить лайки, и встретимся с вами, иншааллах, илле, на следующем уроке. Ассаляму алейкум, варахматуллах, иллею. Субтитры сделал DimaTorzok